Потому что, как бы, бомбили-то не с нашей стороны, ЛНР, ДНР разум. В России все-таки. Там, как бы, боевых действий таких не было. Ну, все еще впереди, еще, как бы, не надо тут. Поставили в список. Полтора месяца они не ставили в список. Говорили, я им говорю, внесли в список или нет, они мне говорят, ваш сын в строю. Нет, ну пусть будет. Это Великая Отечественная. Вспомните, когда вы вторая? 1800. Вы оккупанты? Нет. Так резко ответили, нет. ГОПАК, у них национальный танец. Ну, можно не говорить у них. Потом говорят, что дезертирство, это на вашей совести будет. Идиота-царя вашего. Сколько надо, миллион похоронить? Приезжайте. Наши военные готовы. Не от царя зависит. Население. Не знаю точно. Население России. Я не знаю этого. Население России. Не знаю, честно. Давайте поиграем в национальности вашей страны. Вы будете называть, и я буду называть. Дагестанцы. Узбеки. Узбеки? Я не знаю. Давайте, на хрена мне ваша история, давайте поговорим про общие такие вопросы. По гражданке пойду, чтобы не спалиться. Ну, птички это дроны. Пожалуйста, верните. Он никогда больше не пойдет на эту войну. Тяжелый 300-й. Ему в спину мозг попал осколок. Он валялся на спине, а на спине дырка было позвоночник. Позвоночник видно. У нас на самом деле современное оружие, и оно невидимое. То есть у нас даже если... Можно утверждать, что какая-то часть армии боится заявить о нежелании под предлогом уголовного преследования? Подписываемся. Ставим лайк. Скажите. Подписываемся, ставим лайк. Зачем? Смотреть и узнавать информацию. Как вас величать? Филин Валентин Сергеевич. Филин Валентин Сергеевич. Ваша дата рождения? 28 апреля 1999 года. У вас что-то науки уберите. Все. Город рождения? Город Тула. А где проживали? Город Алексин, Тульская область. Понял. Воинское звание, должность? Младший сержант, командир отделения. Командир отделения чего? Командир отделения, командир БМП-2. А, ну командир машины? Ну, командир отделения, получается. БМП? БМП-2. Это гусеничный? Сколько там личный состав? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, три, семь. Восемь человек. Восемь человек. Это с десантниками? Ну да. И вы управляете десантниками или машиной? Я наводчиком и механиком команды. Ну и само отделение полностью. И кто десанти. Зачем вы хотите со мной поговорить? Я бы хотел связаться с роднями. И чтобы знали то, что я нахожусь в плену. Хотя бы узнать, нахожусь я в статусе плену. Как вы можете доказать, что вы это делаете добровольно, а не под моим принуждением? Добровольно, потому что неизвестно, что творится. Уже несколько обменов прошло. И обменов люди, которые со мной попали в плен, их мы уже обменяли. А вас нет? Меня еще нет. Я чуть-чуть про другое. Я не про вашу цель засветиться, назовем это. Я про... Почему? Как вы можете доказать, что вы делаете это добровольно? А не я вас заставил прийти? Никто мне не заставлял. Спросили, кто хочет на интервью. Я сказал свою фамилию. И вот мне разрешили, искали пойти. И никто не заставлял. Я спрашивал? Меня спросил... Ну, охранник подошел. Сколько мы с вами до этого общались? Насчет интервью? Да. Ну, я просил с три раза. Времени просто не было, получается. Ну, имеется в виду, что я буду спрашивать, о чем будет речь. Мы с вами разговаривали на эту тему. Ну, в общем, когда все вместе там находились. Конвой, который вас сохраняет, инструктировал вам, как вы должны отвечать на вопросы? Ну, типа, кормят? А, насчет кормят? Инструктаж был? Нет, мы сами отвечаем. Ну, это в формате того, что вы интервью даете под принуждением, под угрозой жизни, под 20 автоматчиками сидит, 20 автоматчиков. Нет, не было такого. Сколько автоматчиков сейчас в помещении, где мы с вами? Ни одного. Когда вы видели последний раз автомат? 12 сентября, да. А сегодня какое? Сегодня 2 ноября, по-моему. Вы же полтора месяца в плену не видели автомата? Нет, не видел. Прячут? Не знаю. У нас, на самом деле, современное оружие, и оно невидимое. То есть у нас, даже если конвой стоит без автомата, он есть просто, он покрыт невидимой краской какой-то. Все это знают, но они не знают. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого материала? Вы понимаете, что посмотрит много людей? Да. Понятно. Расскажите, когда вы зашли в Украину? 24 февраля. 22 года. 24 февраля. И бегали вы до середины сентября, грубо говоря. Да. Вы один из рекордсменов по... Вы контрактник? Да. Перед входом на территорию Украины где вы находились? В Курске сначала. Это были учения? Да, нас отправили в командировку. Вы что делали в Курске? Сначала мы подготовили лагерь. Мы в самом городе Курске были. Там место и лагерь готовили. Ставили палатки, столовые. Обустраивались. Напомните, как происходило, что было 24 февраля, где вы были ночью? С 23-го на 24-е мы ночью вооружались, стояли на границе Украины, точно я не скажу, ну управление Сумское, Сумское, как правильно точно сказать? Сумское. Сумское. И мы стояли на границе. Мы не знали, что мы поедем. Командиры нам сказали вооружаться, мы экипировались, вооружились, искали по машинам. Механикам команды сказал командир взвод, командир роты, командир батальона, сказали команду выезжать и выехали. По боевому, в плане того, что не по походам ехали бы по боевому. По боевому? Да. То есть типа ожидали, что может что-то быть? Да. Вам сказали, куда вы едете? Нам точно сначала не говорил никто. Ну вот что вам сказали? Вы едете куда? Ничего я в этом не говорил. Нам просто посадили, дали команду, все, приказ. Садимся. Никакие деревни, ничего, ни названий, маршрутов нам не давали. Какая у вас большая колонна была? Батальон точно. Это сколько? Батальон, наверное, человек 400, наверное, было. А техники? Техники. Ну, на глаз 50 машин. Техники, роты, если брать по 12 машин, ну, 50, примерно, может, 40. Ну, боевые обычно. Куда вы доехали в итоге? Под Суммами были, в Ровно, к деревню. Я остальные деревни точно не знаю их названия. Как бы карты у меня не было, ну, ничего не было в основном. У вас ни у кого карт не было? Ну, как бы у солдата, у командира, у сержанта, как бы, у командира не было. Ну, вы же командир. Может, командир роты, ну, командир отделения, ну, там не было. Командир завода, мы уже знали, может, командир роты, но точно нам ничего не говорили. Не, говорили название какой-нибудь деревни, просто говорили. Но я точно их не помню. Сколько вы по итогу ехали по времени? Ох, ну, по разным остановкам были. Ну, типа, до места, где вы остановили, сколько вы проехали? Может, сутки. Сутки ехали. Понятно, вопрос следующий такой. Ну, я просто сейчас пробую понять концепцию диалога нашего. Есть ли смысл пересказывать все вот эти месяцы, как бы. Мне кажется, наверное, нет, потому что в начале вот эти все были интервью людей, которые входили в начале. Первый обстрел когда у вас был? Первый обстрел? Ну, была авиация только где-то, может быть, 10 марта. Не знаю, что я ударил один раз. И все, больше обстрелов никаких не происходило. До 1 мая, как я заехал в Великую Камшуаху. При первом ударе авиации 10 марта были у вас разбитая техника? Нет, в этом попадании, ну, я, возле нас ничего не было такого. Никак серьезных попаданий, никому. Вы так сказали, вы не знали, чья это, чья это авиация, наша или ваша? Ну, в прямом смысле, не знали. Ну, а по самолету было видно или не понятно? Самолет не видно было. Слышно и просто ракетой только видно было. Угу. Ну, со слов вашего Коношенко, Коношенков знаете, да? Не знакомы? Нет. Всю авиацию вы уничтожили за первых 2 дня? Или там за 3 дня? Вы так бровями повели это? Ну, я не знаю, честно. Ну, я понял. Ну, а с армией не знаю, у вас никто ничего не... У меня информации, считай, не было ни интернета, ни связи. А когда, как бы, вот 24 марта я, когда нас перевели, ну, хотели в Харьковское направление, в Изюм, отправить, у нас большинство в отказ пошло. Почему? Ну, потому что не готовы, у многих обморожение ног было и все, потому что февраль был, ну, март холодный. Расскажите про обморожение. Ну, на улице находились часто ноги, хождение много было и было холодно, мороз. И было реально прямые обморожения? Или просто... Не серьезные, но обморожения были, что даже наступать больно. И что делали с этими солдатами? Ну, когда вы больно старались согревать, лечить, как бы, ноги, отогревать все. То есть отказ был не из-за каких-то боевых действий, а из-за условий? Нет, было страшно и условий, и то, что, ну, и по состоянию здоровья, и было очень страшно, на самом деле. Понятно. Вы были отказником? Был. Как это происходило с отказниками? Нас перед... Сколько у вас человек из... Сколько у вас? Примерно 20. 20 человек? Примерно. Из скольки? Из 70. Ну, нормально, это треть, ну, грубо говоря. Ну, роды, получается. Да. Вы коллективно как-то заявили... Да, мы не стали, мы отказались, стали, что мы не поедем дальше. Это когда было? 23-го, получается, марта. 23-го марта? Точно. Вы со своей техники... Я так понимаю, целая машина, да? Вот 8 человек говорит, мы все не поедем. Там большинство... Нет, некоторые машины поехали. Как бы... Даже машина могла остаться. Ну, что вам говорят отказникам? Ну, нас сначала командир батальона, ну, а скажу, что мы такие, зачем мы контракт подписали, подписали все такое. То, что... Потом говорили, что дезертирство, это на вашей совести будет. Вот, глядишь, когда на колонну уехал вперед, мы остались на месте. Ждали. Приезжали, ну, в течение некоторого времени, несколько дней. Приезжал то ли замполит западного круга, то ли... Не помню точно. Генерал целый? Да, какой-то полковник, генерал приезжали. Что они вам рассказывали? Ну, говорили, что нам будет, то, что нас посадят, то, что мы отказываемся выполнять приказ. Ну, то, что говорят, что посадят, больше всего в этом угрожали. Как вы думаете, это нормально угрожать своим солдатам? Я считаю, это неправильно. Ну, судя по всему, судя по тому, что вы здесь, вы продолжали выполнять приказы? Да. Ну, как бы... Ну, просто может ли солдат, которого, например, утром ему угрожали, тебя посадят, идти выполнять приказы боевые? Переживаешь за семью. Расскажите про семью. Ну, в плане того, то, что портят, ну, то, что тебя посадят, это и клеймо на семью указать, что у тебя сын в тюрьме будет сидеть, ну, уголовное, и портишь жизнь. У тебя есть жена, и ты понимаешь будущее свое. Можно утверждать, что какая-то часть армии боится заявить о нежелании под предлогом уголовного преследования? Можно. Ну, то есть мы имеем дело с армией, которую запугали морально. Людей, и они армии, скажем. Ну, людей, ну, армия, люди, армия состоит из людей. Большинство. Ну, если взять вот таких 20 человек в 100 батальонах, то... Ну, да, это уже много. ...будет 2000 запуганных солдат. Отказались вы, что, ну, поприезжали они дальше, что? Ну, сначала мы находились в одном месте дня два, потом нас в лагерь отправили. В какой? Я не помню там, что, в лагерь какой-то деревне. Зачем? Там рядом, что мы там находились, не на поле сидели. Отказники? Да. Так вам лучше стало, чем на поле, да? Ну, да, получше стало. Спали ни на улицах, ни в БМП, ну, ни на машинах, которые оставались, техника. Долго вы в лагере провисели? Да, 1 мая. Целый апрель? Да. Шарились, типа? Ну, мы находились там, выполняли, как бы, работы такие, задачи. Что вы делали вместе? Там обустраивали тоже лагерь, что нужно было нам. Короче, строители? Ну, да. Принеси, подай, выкопай, поднеси, построй. Что в мае вы делали? В мае заехали в Великую Камышеваху, это Харьковская область, получается. И там, как бы, держали оборону. Бои были уже? Не было, было в основном артообстрелы, минометы, вертолеты и самолеты. По вам? Да. Вы сбивали что-то? Наши в течение 4 месяцев сбили пару самолетов, это я точно знаю. Перехватывали. Двухсотые были у вас? Были. У меня в отделении был один двухсотый, два трехсотых. Буквально, наверное, недели не прошло. Как их убили? В дом пролетел ПТУР, осколками посекло одному руку, он упал в подвал. У меня это, при трассе, не успели. Второй, тяжелый трехсотый. Ему в спину мозг попал осколок. Он валялся на спине, а до спины дыр колло позвоночник, позвоночник видно. Обработали, два пармейдола кололи, как бы отнесли, слава богу, он сейчас жив. Ходят, двигаются. Ну, когда я в последний раз слышал только одну информацию, что вроде пальцем начал шевелить, а так не знаю точно всей информации. Второй, легкий трехсотый, ну так, осколки мелкие. За что погибли люди эти? Не знаю. Давайте подумаем. Ни за что. Ну как это, были люди, не стало людей. Они же могли не погибнуть. Могли. Пошли бы, если в отказ, дальше. Там что было, то было бы. В России все-таки. Там, как бы, у действий таких не было. Ну, все еще впереди, еще как бы. Не надо тут. Я не знаю, что будет впереди, и дай бог дожить до конца. Что вы думаете будет с вами? Дай бог обменяет, вот семью ей. А дальше, сам бог только известно. Бог разрешает убивать людей? Я думаю, нет. Ну, вы на него ссылаетесь? Нет, я говорю. Вы в церковь ходите? Нет, я не хожу, но я верующий. Не верующий? Верующий. Верующий. А в что вы верите? Ну, верю в то, что смерть, ну, убийство, это очень большой грех. Зачем вы убивали украинцев? Не убивал. Вы сидите в форме, в плену, в чужом государстве? Да. Сидели за штурвалом боевой машины пехоты, и у вас была 30-ти миллиметровая пушка, правильно? Правильно. Вы цветочки из нее выстрелили? Нет. А что из нее? Выстрелка из нее не производилась. Ну, это ваши слова. Ну, зачем вы пришли на территорию Украины убивать украинцев? Что мы вам сделали? Убивать приказа не было. Убивать приказа не было? Нет. Нам сказали, приказали, мы поехали. Страна убивать мы не ехали. Украинцы. Если бы напротив вас стоял украинский солдат, я не знаю, как вы попали в плен, мы к этому дойдем. Он стоит с автоматом, и вы стоите с автоматом. Вы бы выстрелили. Правильно? Не факт. Ну, мы же все хотим... Это все, ну, честно. Мы все понимаем, что вы сейчас на интервью. Ну, прекрасно понимаю. Нет, тут не из-за страха какого-то, что там что-то в России обменяют, что-то кто-то мне скажет, или ФСБ будет спрашивать. Я просто скажу так. Я не знаю, как я поступил, потому что убить человека... Ну, мне лично это надо пересилить себя. Пересилили бы. И потом бы оправдывали. Не каждый может себя пересилить. Ну, и потом бы оправдывали. Он бы меня убил. Ну, это тоже... Я не спорю. Знаете, сколько мы уже истории послушали? Я не спорю. Я много вы историй послушали. Я прекрасно понимаю это. Уже в течение 7 месяцев, или сколько уж, 9. Не знаю. Но... Все, как бы... Вы оккупанты? Правды нет. Так резко ответили нет? Я не оккупант. Почему? Я не захватывал ничего. Что такое оккупант? Кто такой оккупант? Захватчики. Чужого. Как бы... Ну, как я не знаю. Хорошо. Захватчики чужого. Вы через какую область зашли? Ну, сначала через Белгород. А, ну... Харьковскую. Ну, Харьковскую. Что делает армия? Украина независимая страна? Наверное, да. Не знаю. То есть, наверное, да. Ну, я не знаю, на это зависит вопрос. Я не понимаю. Должна быть независимая. Что значит должна быть независимая? Что вы знаете про мою страну? Честно? Кто вам вообще разрешал сюда приходить? Мне никто. Какого хрена вы тут делаете? Приказ? Меня отправили по приказу. Да нам пофиг всем на ваш приказ. Вы пришли нас убивать. На мой вопрос, Украина независимая страна, вы говорите, я не знаю. Давайте, на хрена мне ваша история, давайте поговорим про общие такие вопросы. Расскажите все, что вы знаете про Украину. Вот все, начиная от вот, все, что хотите. Ну, Киев был Русью. Киев был Русью? Это как? Сколько лет в Москве? Не смогу вам ответить на этот вопрос. Спрошу по-другому, что было, какой город был раньше, Киев или Москва? Киев. При чем тут Русь? Не, я понимаю, вы оперируете к киевской Руси, когда московского вообще еще ничего не было. Меня интересует вопрос, что вы знаете про Украину. Хорошо, вы сказали Киев, дальше. Что еще вам известно? Вы тут уже восемь... Ну, ГАПАК, у них национальный танцы. Ну, можно не говорить у них, можно говорить у вас. У вас. Да, у меня. Что еще вы знаете? Да ничего, в сно. Вы восемь месяцев бродили по моей стране. Ну, то, что война идет с 2014 года, ЛНР, ДНР. Что такое ЛНР, ДНР? Луганский, Донецкая независимая республика. Нет, вы, во-первых, неправильно даже сказали. Это области Украины, которые Рашков, начиная с 2014 года, захватила, оккупировала. У нас они называются Ордло. Знаете, как расшифровывается? Нет. Отдельные регионы Донецкой и Луганской областей. Вы их оккупировали в 2014 году. Ну, не знаю. Ну, потому что вы не знаете. Что еще вы знаете про Украину? Потому что, как бы, бомбили-то не с нашей страны, ЛНР, ДНР разве. Кто вам это сказал? По новостям передавали. У вас есть еще какие-то другие источники, кроме зомби новостей? По новостям еще передавали, что здесь нацисты и фашисты. Да? Сколько вы встретили нацистов и фашистов за 8 месяцев? Я не встретил никого. Почему? Давайте ответим на вопрос, почему вы никого не встретили. Может, их нет, я не знаю. Я не могу сказать точно. Что вы еще знаете про Украину? Ничего. Население. Не знаю точно. Население России. Я не знаю этого. Население России. Не знаю, честно. О чем говорить можно с человеком, который... Вы гимн России знаете? Знаю. Расскажите. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Все, выключайте, потому что мне будет плохо. Знаете? До конца? Ну, там еще дальше... Почти до конца. Сколько у вас президентов было? Путин... Два точно. Сколько у вас национальностей в стране? Много. Ну, много. Три это тоже много. Больше трех я... Шесть. Точно не знаю. Ну, на глаз. Давайте называем... Может, двенадцать. Давайте поиграем в национальности вашей страны. Вы будете называть, и я буду называть. Будем играть? Ну, это будет жесткий проигрыш. Почему-то мне так кажется. Ну, имеется в виду... Буряты там есть всякие. Тувинцы. Осетины. Дагестанцы. Узбеки. Узбеки? Узбекистан нет. А шо, Узбекистан уже в составе рашки? Нет, но люди-то есть. И что, у вас американцы есть? То шо, от этого Америка ваш? Нет. Украина независимая страна? Независимая. Почему вы так решили поменять свое мнение? Ну, как... И сказали то, что мне надо. Каждая страна независима. Тогда я спрошу у вас еще раз. Что вы делали в независимой стране с автоматом? У меня был приказ. Я это спрашиваю в формате, оккупант ли вы. Вы сказали, не оккупант. Я не считаю себя оккупантом. Хорошо. Когда началась Вторая мировая война? 1941. Нет. Ну, пусть будет. Это Великая Отечественная. Вспомните, когда вторая? В 1812 момент. Вторая мировая война. Но я не буду рассказывать это все в 158 раз, потому что мы не хотим быть историками. В 1939 году началась Вторая мировая, когда потом Сталин перевернулся, потому что он был союзником с фашистской Германией. Он объявил в 1941 году Великой Отечественной. Это если вы не знаете всей правды, я вам за минуту рассказал. Так вот, что произошло в 1941 году? Расскажите. Немецкие военные нападали. На кого? На Россию. Не было России. На Советский Союз. На Советский Союз. Советский Союз оборонялся. Произошло вторжение фашистской Германии на территорию Советского Союза. Такая формулировка? Да. Как называли солдат фашистской Германии? Нацистами? Оккупантами их называли, например. Знаете, вы же смотрели фильмы про войну, про Великую Отечественную. Смотрели же? Называли их оккупантами всю жизнь. Немецкие оккупанты. Что произошло 24 февраля 2022 года? Этого года, 24 февраля. Россия зашла на территорию Украины. Давайте слово «зашла» поменяем на другое слово. На слово «напало». Можно так сказать? Вы напали с 7 направлений, заехали 150-тысячной армией, таких вот как вы, солдатиков, в машинках, не гражданских, а боевых, с автоматиками. 150-тысячная армией, поэтому вас называют орки, вы это знаете. Напало. Правильно? Или не напало? Я знаю то, что она зашла и был приказ... Вы стреляли своими подразделениями. Ваши подразделения стреляли? Стреляли. Что происходит? Как этот термин называется, когда подразделение стреляет? Он воюет. Ну это начинается война. Да, начинается война. Давайте еще раз, что произошло 24 февраля? Российские военные зашли на территорию Украины, и получается, в Украине началась война, и дело в том, что задача-то, как получается, нападение? Задача же России была освобождение ЛНР-ДНР. Что вы делали, где находится ЛНР-ДНР? Ну, Луганская, Донецкая республика. Нету таких вещей. Есть Луганская область и Донецкая область. Донецкая. Какого хрена вы зашли через Харьковскую область? Это я не могу знать. А, нет, сразу уже не могу знать. Тут надо подразобраться. Что вы делали в городе Киеве? Ваши танчики были в Киеве. Я этого не знаю. А вы этого не знаете? Где? Вы знаете, что первые пленные появились 24 числа? То, что вы первый раз попали под обстрел какого? 10 марта? Да. Это вам повезло. Но ваши трупы поехали с первых дней. И ваша страна их отказывалась признавать. И у нас есть ролик, после которого уполномоченная по правам рабов, вас, вы рабы, я вам докажу это, говорила, трупов нет. А у нас уже были все рефрижераторы забиты трупами. И мы их показали. И тогда на следующий день пришел запрос, отдайте нам этих 6 трупов. Мы делали распаковку. Наши пакеты разрезали, и мы их показывали. Я вам перевешу, потому что вы бородой трете в микрофон. Там происходит неприятный звук. Я понял. Давайте сюда перевешу. Вы, не объявляя войны, ее начали по 7 направлениям. Поэтому ваши слова «вошла» — это такая себе история. Так вот, если мы возьмем аналогию со Второй мировой войной, когда войска фашистской Германии называли оккупантами, ваши, вы являетесь тоже оккупантами, потому что вы вошли на территорию, пусть будут вошли, зашли на территорию другого независимого государства. Или это неправда, вы не заходили никуда? — Зашли. — Зашли. Стали проводить боевые действия. Проводили боевые действия? — Да. — Вы чуть-чуть позже, просто ваше направление. Но с первых дней были бои, с первых минут. А еще 24-го числа вы обстреляли кучу мирных городов. Знаете про это? Сколько было выпущено ракет? — Я этого не знаю. — А почему вы ни хрена не знаете? И сидите здесь такой шоколадный и сладенький? — Нет, информации полностью нам не давали. Откуда могли знать? — Нет, интернет-связи у нас тоже не было. — Так это чья проблема? Наша проблема? Украинцев? Или ваша проблема, что вас всех, извините за выражение, обманули? — Наша проблема. — Нацистов видели за 80-х? — Нет. — Фашистов? — Нет, не видел. — Оккупантов каких-то? Ну вы оккупант, вы всех своих видели. Сколько трупов за всю историю увидел? Три вот этих или больше? — Больше. — Больше? Последний день, как вы входили, расскажите. — Купянск. Когда брали или... — Когда взяли в плен? — У нас, получается, мы заехали в лес, где заправка вот, в Купянск саму. Нам сказали менять 55-ю и 57-ю бригаду. — Сколько вас заехало? — Человек 50. — Человек 50? Ну. — И нам сказали менять. Мы сначала, ну, решали вопрос. У нас не ради... Ну, радиостанция была буквально на один день, на заряды и все. Нам сказали, все, на следующий день будет, все будет, не переживайте, вам подвезут туда. Нам... Мы отправили... Нас отправили на позиции. Там 55-я, 57-я бригада нам пояснила, целый день с нами там провела. Были обстрелы. На следующий день с ночи, ну, под утро они уехали. 55-я бригада. Мы остались, там буквально по 5-6 человек на позициях. И в обед, примерно где-то к обеду, военнослужащие Украины зашли и... Получается, атаковали, ну, взяли нас, блин. — Как это было? — Час людей. — Час, я шел своей позиции, командир... — Вы так рассказали с Комкана. Зашло вас 50 человек, вы поделились на группы. Сколько у вас групп было? — 8 групп. — 8 групп, хорошо. По там 8 на... По 5-6 человек. — Да. Ваша группа 6 человек, куда вы пошли? — Мы стояли рядом с мостом, впереди чуть, буквально с одной стороны Компинска, буквально через мост и... — Заправка там. — Там уже не заправка, там мост и дальше, ну, тоже другая сторона. — Другая сторона кто? — Города. — Ну... — Мы стояли, наблюдали. — На улице просто? — Ну, да. Наблюдали там. И когда пришел командир взвода, старший 12-й, другой позиции, там, 500 метров разница свыше, он сказал позвать старшего, ну, офицера. Я, когда пошел к офицеру, ну, другому, там, в 100 метрах, у нас разница от позиции с ним была. — Ну... — Я, ну, спросил командира, что, ну, я еще по гражданке пойду, чтобы не спалиться, ну, птички — это дроны, как мы называем их, и чтобы, ну, подумали, что как гражданский иду. Когда я пошел, увидел двоих военных, пробежался к другому отделению. — Наших военных. — Я не знал, кто это именно. — Ну... — В этот момент я сказал, что там видел двух человек. — И то, что нас, ну, там вызывает ваш командир. — Вы были в форме, потом, чтобы пойти, найти офицера, переоделись в гражданку. — Да. — Это нормально? — Ну, ладно, как и есть. — Не могу. — Пошли, встретили военных, вернулись, сказали, вижу двух военных. — Да. Ну, мы пошли, ну, и то, что зовет его офицер наш, командир там, старший льнян, мы троем пошли. Я чуть перейдя, они двое сзади. — Увидели, ну, в военной форме человека, наши начали, стой стрелять буду, и с другой стороны, получается, команда тоже была стой стрелять. Началась перестреловка. Начали отходить назад чуть, я в другой дом забегаю, ну, в другую сторону. Взрыв был у гранат, чуть оглушил, я забегаю в дом, дальше был перестрел в течение часа, там взрывы были. Через час-полтора был прилет самолета авиаудара. — Чего самолет? — Нашего. — Он что, по своим? — Ну, по технике, получается, там технику взорвали, рядом от меня 200-300 метров было. — Ну. — Зарвали технику, не знаю точно, какую. — Слышал вопли, клики людей. — Хотел выйти из дома, проверить. Ну, слышал дальше, там еще техника подъезжать, люди ходят. Ушел обратно, думаю, сейчас пережду, вечером думаю, дойду до позиции, посмотрю, что, как, может кто-то из наших придет. — Буквально через полчаса заходит три человека в дом, я не знал кто, выстрел был, я вышел, ну, сказал, не стрелять, не убивайте, оказались, ну, военнослужащие Украины. Так меня взяли прямо. — А где ваши все были? Чего вы один получились? — Эээ, отходили, наверное. — А чего вас не забрали? — Как сказать? Не знаю. Куда я пошел, отделение, из них только один человек остался. Остальные, скорее всего, двухсотые. А от других, я не знаю где. Отходили сразу, и что с ними случилось? Знаю, что двое только еще сверху там взяли, ну, два человека тоже в плен еще взяли. — Еще тут, да? — Да. Про остальных неизвестно ничего. — Алло. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как ваши дела? — Сына жду. — Откуда? — Из плена. — Зачем? — Ну, о чем вы говорите? Я уже все, вошла, что можно. Даже отходила с плакатом Минобороны. Вернули. Внесли в списки на обмен. Пожалуйста, верните. Он никогда больше не пойдет на эту войну. И ни на какую. И вообще, простые наши бедные люди ни в чем не виноваты. Ваш простой бедный сын вот сидит рядом с ухмылкой, улыбается. И на вопрос, оккупант он или нет, он не знает. Но 8 месяцев он бегал с автоматом, убивал наших людей. — Он никого не убивал. — Ладно. Вы хотите с ним поговорить? — Очень, очень. — Я вас ставлю в известно, что разговор будет записан и опубликован. — Я знаю, я смотрю все ваши видео, все эти просматриваю, чтобы вы думали, может быть, где-то увижу это интервью. Все просматриваю ваше. Вы на этом, на Золкином, правильно? — Я не на Золкином, он мой друг. Мы вместе. — Я вот на том этом. — Да. — Я особо не умею в этом. В компьютере, в телефонах нашла. — Разговаривайте. — Мам, привет. — Да держите, я же не буду вам держать телефон. — Миленький, родной мой, наконец-то я тебя услышала, сыночек. — Вы не говорите, где вы находите. — Да все хорошо. — Подняли, сыночек. Я тебя очень ищу. — Все хорошо, мам. — Кроме мамы тебе никто не поможет, сыночек. Я все сделаю. Я тебя даже предлагала на обмен. — Успокойся, мам. — Привет, Саша. — Тебя очень ждем. — Мама, там списки подали на обмен? — Потерпи, я все сделаю, что тебя вернут, миленький. — Мамуль, мамуль. Списки подали на обмен? — Ты что скажешь? — Да, все, Вань. — Они списки подали на обмен? — Подали, Вань. — А что они говорят? — Что говорят? — Ну теперь говорят, что вроде вошел. Я полтора месяца добивалась. Через губернатора. — Ты когда узнала? — В первом. — С действия на первом. — С шестнадцатого часа, когда попал. — С шестнадцатого? — С сентября. — Я понял. — Что с интернетом? — Человеку, он обещал же, Вань, Вань, не слышно тебя. — Что, что? — А? — Да, что? — Скажи, в списках на обмен месяц. — В списках? Сейчас тебе вроде как ты в первых списках на обмен должен, вот в ближайший. Обещали. — Я понял. — Хорошо. — Вань, мне просто кое-кто палки в колеса оставляет, поэтому я помогу тебя отыщить. — Да я понял. — Сыночек, ты только надейся на меня. Кроме мамы тебе никто не поможет. — Все хорошо, мама. Я верю. Спасибо. — Я тебя вытащу, сыночек. Все сделаю. Сама за тобой пойду. — Все хорошо, мама. Иди вот сюда, не надо точно. — Сыночек, мне каждый день ночью ты снишься, как будто мы с тобой бежим куда-то вот так. Не знаю, как выйти оттуда. — Идет тоже. — Бабушка ничего не знает. — Не надо. — Не плачь, мне любить. — Передай всем привет. Передай, что всех люблю. — Потерпи, только потерпи. — Я расскажите, как вас мучают здесь. — Здесь не мучили. Мам, не мучили и ничего здесь не было. — Чего-чего? — Не мучили, не били, ничего не было. Это чтоб не переживала. — Я верю. — Все хорошо. — Я прям молюсь за тех солдат, которые позвонили, сообщили. — Все хорошо, мам. Жив-здоров. Питаюсь. Все в порядке. Помыться даю, и все. — Ребята, которые пришли вот сейчас из плена, которых обменяли, сказали, что... Они говорят, что вас не бьют, что и кормят хорошо, к вам хорошо относятся. — Да, так и есть. — Они правда так и говорят. Звонили. Сыночек. — Все хорошо, мам. — Ты только держись, ладно? — Скоро будет обмен, все справимся. — Ребята, которые сидели, пришли на вас. Ребята, которые были, ну, которых вернули, все у них нормально. — Все отлично. Все хорошо, мам. Сейчас дождемся. Надеюсь, скоро обмен будет и обменяют. — А тебе никогда не говорят, когда хотя бы? — Да, кто знает, это все зависит уже не от меня. — Россия говорит, что зависят от украинцев. — Расскажите. — А здесь, ну, как бы нам говорят то, что Россия отменяет то ли... Что-то там... У них не получается отправить людей. Не знаю почему. Так что... Да, Валя, они списки с трудом носят. Мы только добились через... Ты не представляешь, что мне пришлось пройти, чтобы тебя поставили в список. Полтора месяца они не ставили в список. Говорили... Я им говорю, внесли в список или нет. Они мне говорят, ваш сын в строю. Часть своими... Притопанная. Это... Просто ужас. Это они считают, что я в бою, да, там еще воюю? Нет, знаешь, когда мы ходим, они говорят, что да, мы знаем, что я же им все предоставила в плен. А в Минобороны подают, что он как будто ты в строю. У них числишься. И контракт продлили автоматически. Ну вот, нужно как-то будет это закрыть. И вот. Ты, может, туда не пойдешь. Через муку. Пусть у них так и числится в строю, когда они придут с тобой. Я им так и скажу, суки. Хорошо. Сыночек. Можно вопрос задать? Можно вопрос задать? Да. Сколько таких сыночков должно умереть на территории Украины, у нас, чтобы вам там дошло? Сыночки не наши, не с вашей стороны не должны умирать. Подожди. Подожди. Правительство этой Московской области, у Москвы, вернее, у России, правительство, которое недоступно для народа, ничего не делают, вот их бы туда отправить. А не наших бедных, нищих ребят. И ваши также солдаты ни в чем не виноваты. Мы также из-за ваших солдат молимся. Знаете, в чем разница между вашими солдатами и нашими солдатами? В чем разница? В том, что он оккупант. Как фашисты в сорок первом году объявили, ну, вообще, в тридцать девятом году, вторая мировая, но он оккупант, он до сих пор этого не осознает. Вот он пришел убивать нас, украинцев. А наши солдаты защищают свою землю. Мы никуда не пошли. Это раз. Вы знаете, скажите, сколько погибших? У нас 70 тысяч человек. У нас российских? Да. 73 тысячи человек уже трупы и более 200 тысяч раненых. Не 6 тысяч, как у вас говорят, а 73 тысячи. Потому что... Я отлично знаю, что я беру. Не, ну, я вам рассказываю. Просто, если вы скажете, что это неправда, то я вам скажу, мобилизацию вас объявили, потому что кадровые военные закончились. Вот такие закончились, объявили мясо набрать. Ваш царь. Понимаем. Так вот, я же спрашиваю... Не послали и не пошлют. Не послали и не пошлют. Зачем? Есть вот такие рабы низкосортные. Да, вот я и спрашиваю, сколько нужно тысяч еще убить, чтобы вы там вышли на площади на своей, и свергли этого идиота-царя вашего. Сколько надо? Миллион похоронить? Приезжайте. Наши военные готовы. Не от царя зависит. Это вот какие-то богачи наиграли с компьютерными играми. Это от вас зависит. Вы услышите меня. Вы услышите меня. Если вы смотрите наш канал, вы видите, что у нас только 500 интервью уже записано. С вот такими вот. И все говорят, от нас это не зависит. Так вот если бы 500 вот таких вот как вы и ваш муж вышли на какую-то площадь с какими-то плакатами. Я вышла. Я вышла в Минобороны, чтобы мне в список даже хоть внесли. Все кричали, что меня посадят. Но правда не посадили. Отобрали и приняли. Внесли, говорят, в список. Я вышла. Нет, так я говорю, вы должны выйти толпой, городом. Выйдите и скажите, идиот, заканчивай это все. Забираем наших рабов и пошли домой зализывать раны. Вы нас посадят и все. Так вот в этом же и разница. Я же про это говорю, что вы все нас посадят. Потому что вы рабы системы. Вы рабы. Вы рабы. И пока будет Путин главным царем, ему пофиг на него. Вы же понимаете? Ему насрать, извините за выражение. Понимаю. Понимаю. Поэтому его в списки не вносили. Ну вот сидите и живите с этим. Ну у меня просто нечего добавить. Разговаривайте и заканчивайте. Потому что... Мам. Верните, пожалуйста. Все. Мам, мам, мам. Верните. Приедьте, заберите его. Мам. Я согласна. Скажите, куда приехать. Я сама приеду. У вас есть загранпаспорт? Все. Нет, просрочен. Знаете, у вас в Конституции написано, что вы можете ездить куда хотите. Вот приезжайте. Я вас лично встречу на границе. Я вас на границе лично встречу. На какой? На любой. Прикиньте, у нас как бы вот можно везде ездить. Ну кроме там, где вот такие как он стреляют и убивают. Приезжайте. Потому что у нас никуда не выпустят. О! А почему это не выпустят? У вас в Конституции написано, свобода передвижения и свобода выбора места жительства. Вы же свободные люди. Вас никуда не выпустят. Я знаю, что вас никуда не выпустят. И никто из вас не приехал. Приезжайте. Я вам обещаю. Я лично вас встречу на любой границе. Вы называете, куда приехать. Я вас встречу. Поедем потом к руководителям, к нашим. И будем просить, чтобы они организовали, разрешили вам встречу с сыном. Приедете? Нет, встречу с сыном. Мне надо, чтобы вы меня сразу обменяли. Я приеду, а вы мне сразу его отдадите. Хорошо, привезите тогда нашего пленного. Кто ж мне его даст-то? А, получается вот такая история-то. А как вы хотите обменяли? То есть мы вам отдали и все? Тогда вы мне его отдайте, меня заберите. На фига вы нам надо? Ну а зачем он вам нужен? Он военный преступник. Он бегал с автоматом по независимой стране. Если его не обменяют, он будет сидеть 15 лет. Все законно. Посягание на территориальную целостность державы. У нас есть статья такая. Он посягнулся на территориальную целостность. 15 лет. Сколько вам лет? 23. 23. Так нормально, в 38 вы его увидите. Что вы перед... Потому что меня уже не будет в это время. Это от вас зависит. Мам, все. Все хорошо, я вас всех люблю, всем передаю привет огромный. Целую, всех люблю. Как обмен будет, если ты говоришь, что подали списки, значит это должны обменять. Дай бог все. Сыночек, потерпи только милики. Все. Я верю им, что они не трогают вас. Все хорошо. Они обещали. Мам, все хорошо. Все, не переживай. Давай, целую, люблю. Слышишь? Мы тебя очень любим, сыночек. Всем привет, всем люблю. Давай. Давай, пока. Кто и обещал, что вас никто не будет трогать? Я не знаю. Что, может это будет? Мы должны разобраться, оккупант вы или нет. Вы мне будете доказывать, что вы не оккупант, я буду доказывать вам, что вы оккупант. Но у вас, мама, я понимаю, боевая. Молодец. Что вы плачете? Я вас три раза потрогал пальцем. Это не могло вызвать у вас боль. Я это знаю. У меня нет медицинского образования, но я что-то понимаю. Как вам ощущения полтора месяца ненужности? Отчизни своей? Как-то отчизна забыла про солдата доблестного. Отчасти не удивлен. Прикольно так, полтора месяца. Мама ходит, рассказывает, он живой, он в плену, а ему и говорят... На передовой в строю. На передовой в строю говорят. Будут еще у вас какие-то вопросы на тему того, кто кого обманывает и кого в какие списки не вносит? Нет. Вы спуститесь когда-нибудь на землю уже. Вот вы, россияне, спуститесь, перестанете обвинять Украину в том, что мы здесь что-то не вносим кого-то, кого-то не показываем? Теперь представьте, если бы не было этих интервью, и он бы на него не попал. И что бы тогда? Остался здесь, наверное, всегда. Вы когда вернетесь в камеру, вы расскажите, пожалуйста, своим коллегам о том, что полтора месяца ваша мама... Это же правда, это же вам нормально. Да я расскажу сейчас. Рассказывала, доказывала, что вы в плену. Ну, чтобы обнадежить их. Есть что добавить? Ну, с оккупантом, наверное, я погорячился доказывать. Потому что, когда человек не знает ничего, доказывать что-либо... Ну, это как, типа, население своей страны не знаю, население Украины не знаю. А что знаю про Украину? Гопак. Бинго. Ну, то есть, я что-то про вас знаю гораздо больше. Как-то так получилось. В города играть не будем. Обратитесь, если хотите. Стоит идти сюда. Не стоит. Люди задумались о своем выборе и понимали, что он будет им стоить. Идите, умирайте, слово. Братан. Ты... Братан. Брали рег�� приговор. Братан. Братан. Един�. Продолжение следует...